Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления слоеного праздничного салата мимоза. Существует множество вариантов приготовления этого салата, но я сегодня приготовлю вариант салата с сыром и сливочным маслом. Такой салат получается нежным, сытным и очень вкусным. Сливочное масло Твердый сыр мы натираем на мелкой терке. Сардину мы отделяем от масла, а также убираем косточки и разминаем вилкой в отдельной тарелке. Посмотрите, у нас получилась такая вот рыбная масса из сардин. Ну что ж, ингредиенты наши подготовлены. Начинаем формировать салат. Для формирования салата я буду использовать кулинарное кольцо. Обязательно его необходимо смазать растительным рафинированным маслом, для того, чтобы потом было удобно его снимать. Итак, первый слой салата это яичный белок. Яичный белок у нас натертый на мелкой терке. Укладываем его на самое дно нашего кольца. Расправляем белок равномерно ложкой, либо лопаткой. Белок я посолю. А следующим слоем у нас идет майонез. Можно делать сетку из майонеза, а можно, как я, выкладывать его ложкой. Далее вторым слоем выкладываем сардину. И расправляем сардину равномерно по всему периметру кулинарного кольца. Далее совсем немножко майонеза. Третьим слоем будет морковь. Также хорошенько все разравниваем по всему периметру кулинарного кольца. После морковки опять майонез. Следующий слой это твердый сыр, натертый на мелкой терке. Сыр также хорошо расправляем. Итак, следующий слой это сливочное масло. Берем его из морозилки и натираем поверх сыра на мелкой терке. Поверхность сыра покрылась полностью маслом. Мы его утаптывать не будем. Поверх масла укладываем желток. На этом этапе нам необходимо наш салат поставить в холодильник, остывать. Итак, наш салат остыл немного в холодильнике. Теперь мы будем снимать кольцо. Посмотрите, какой у нас салатик получился. Какие у нас слои равномерные. Далее украшаем салат по вашему желанию. Я буду украшать петрушкой. Остальной желток я посыплю вокруг салатика. Ну что ж, друзья, наш салат готов. Такой салат можно приготовить не только на праздник, но и чтобы порадовать близких во время семейного ужина. Желаю вам приятного аппетита, а также прекрасного настроения и легкого процесса приготовления. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok